Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Анастасия Поликшанова. Я обучаюсь на магистрской программе финансовое, налоговое и таможенное право НИУШЕ. Я совершенно точно убеждена в том, что концепт магистратуры никто не сможет описать и объяснить лучше, чем студент, который волей-неволей погружен в пущину магистрских процессов, а именно академических, социальных, административных. Мне кажется, логично начать свое повествование вообще в целом с роли магистратуры в жизни современного человека. Наверное, много людей сдаются вопросом, а нужна ли мне магистратура или достаточно будет степени бакалавра. Отбросив все стереотипы о необходимости непрерывного образования, я считаю, что да, нужна. Помимо очевидных аргументов в пользу непрерывного образования, магистратура — это кладезь возможностей и бонусов, как минимум по ряду следующих причин. Прежде всего, это возможность наложить на базу, полученную в бакалавриате, реальные навыки. Также это возможность сузить свою специализацию, а может быть, скорректировать ее или получить новую, то есть стать более квалифицированным специалистом в какой-то узкой сфере. Не могу не упомянуть, что степень магистра — это весомое карьерное преимущество. Так большие корпорации ранжируют кандидатов, соискателей еще на стадии анализа резюме. И, конечно, если вы будете магистром с прекрасным проектным опытом и с действительными реальными навыками в узкой специализации, очевидно, вы будете более выгодным кандидатом, нежели бакалавр. Конечно, магистратура — это прекрасный шанс бросить себе вызов. Вообще, наверное, лучше узнать, кто вы, развить не только свои hard skills, но и мягкие навыки, например, способ коммуникации, тайм-менеджмент, а также командную работу. Но для того, чтобы все ваши ожидания справедливо оправдались, выбор магистратуры должен быть максимально ответственным и осознанным. Для меня, как для выпускника вышки, выбор магистратуры был вполне себе очевиден. Мне никаким образом не хотелось отказываться от всех тех преимуществ обучения на факультете права, которые я успела познать в ходе обучения в бакалавриате. Так вот, раскрою ряд причин, почему вы должны поступить в магистратуру именно в ИШЕ. Прежде всего, это очень сильный преподавательский состав. Так вам действительно будут преподавать настоящие маэстро научного мира, настоящие практикующие юристы, партнеры лучших юридических компаний. И что это означает? Это означает, что вы не только сможете черпать мотивацию из общения с этими людьми, но также и узнавать первыми самую актуальную, самую интересную, самую сложную информацию, наиболее комплексные правовые вопросы, которые нигде не изложены ни в доктрине, ни в учебных пособиях, о которых, может быть, даже еще говорят не все практикующие юристы. То есть это прекрасный способ всегда быть на передовой вот этого юридического мира. Также мне бы хотелось отметить, что, наверное, магистратура — это про ваш социальный круг. Поскольку поступить магистратурой НИУВШ достаточно сложно, это формирует уникальную интеллектуальную среду вокруг вас. И вы действительно удивитесь, насколько прекрасными, умными, мотивированными могут быть люди вокруг вас. И это будет каждый день вас подстегивать и сподвигать, становиться лучше. Что еще интересно, то что это формирует ваши уникальные коммуникативные навыки. Все студенты максимально разные. Порой это противоборствующие стороны и в судебных процессах, и в каких-то правовых. Это очень разные люди и взрослые, и только выпускники бакалавриата. Это люди из разных регионов. Но это безумно интересно — научиться коммуницировать со всеми, понять, насколько все разные, насколько неповторимые, и какой жизненный опыт у них уже есть. Более того, мне бы хотелось отметить, что магистратуры факультета права НИУШ представляют удивительную возможность поехать учиться по обмену. Наверное, ни в каком ВУЗе нельзя сделать это так просто, как у нас. Во-первых, потому что сам конкурс не очень большой, ввиду того, что группы в магистратурах обычно маленькие. Во-вторых, учебная часть администрации, преподаватели всегда максимально помогут вам подготовить все необходимые документы. И даже если у вас нет международного сертификата о владении иностранным языком, вы сможете получить его в ВУШе. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть то, что ВУШка действительно сотрудничает с лучшими зарубежными ВУЗами, поэтому это прекрасная возможность получить два диплома вместо одного. Не могу не отметить то, что факультет права славится возможностью исследовательских и проектных работ. Здесь помимо получения практических навыков, вы сможете проложить себе настоящий путь в науку. И что вот мне лично очень нравится, то, что как моя магистратура, так и факультет права в целом максимально поддерживает любую вашу активность. Будь то академическая активность, будь то желание научных публикаций, участие в конференциях, мудкортах, конкурсах. Всегда администрации, преподаватели максимально дружелюбно отнесутся к вашим инициативам и помогут вам наиболее достойно себя проявить. Было бы нечестно проигнорировать особенности обучения в ВУШе, поэтому я кратко вам их напомню. У нас модульная система обучения. Сессия четыре раза в год, зачеты отсутствуют. Десятибальная система оценивания. Может быть, вы сейчас немного шокированы, но не стоит пугаться. Буквально через полгода вы настолько привыкнете к этой системе, что вам уже будет казаться странным не сдавать сессию четыре раза в год и не запоминать материал порционно. То есть это действительно очень удобно. И, например, я и мои одногруппники, мы сполна оценили такое новшество. Конечно, возникает вопрос, как вообще выбрать ту самую магистратуру, когда факультет права предлагает такое большое количество направлений. Действительно, есть индустриальные магистратуры, есть и отраслевые направления. И я понимаю абитуриентов. Здесь прям очень легко потеряться в этом выборе. Наверное, какого-то простого секретного рецепта выбора здесь нет. С моей стороны, я рекомендую вам прислушаться к себе, быть максимально активными, посещать все мероприятия, организуемые магистратурами, поскольку именно участие также в ДОДах позволит вам понять, какие люди работают в этой магистратуре, какая там атмосфера, какая сущность. Ну и, наверное, мне бы хотелось отметить, что заранее стоит изучить предметное наполнение программы, ознакомиться с преподавательским составом, что очень легко можно сделать, поскольку у вышки все документы находятся в открытом доступе, и можно очень легко их найти и изучить. И, конечно, обратиться к студентам и выпускникам этих магистрских программ. Мы, как настоящее сообщество, всегда очень активно, дружелюбно и с большим желанием помогаем потенциальным абитуриентам и отвечаем на все возможные вопросы. Все озвученное ранее мне бы хотелось подтвердить своим личным опытом. Я выбрала магистратуру финансовое и налоговое и таможенное право, как я уже говорила ранее. Я нисколько не пожалела об этом выборе. Я действительно считаю, что это лучшая магистрская программа из всех возможных, реализуемых в России. Мне очень нравится сочетание различных отраслей. Мы изучаем не только одну отрасль, мы изучаем сразу совокупность отраслей, что помогает сформировать более комплексный подход, что формирует в целом юридическое мышление и позволяет очень точно подходить к решению любых задач. Также в изучаемой мной программе мне нравится очень практикоориентированный подход. Как я уже упоминала ранее, в вышке преподают очень много практикующих юристов, и действительно мы узнаем такие вещи, которые не написаны ни в каких учебниках, ни в каких монографиях, ни в какой доктрине. И это очень интересно и действительно позволяет быть более конкурентоспособными и, может быть, быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Резюмируя, выбор, конечно, остается за вами. И, наверное, что бы я ни сказала, это все будет бессмысленно, потому что стоит действительно сюда поступить, почувствовать себя частью этого сообщества, познакомиться с дружелюбными, прекрасными одногруппниками, с чудесным преподавательским составом, почувствовать гордость за причастность к Высшей школе экономики. Да, что я тут буду говорить? Действительно, приходите и вы все увидите сами. До встречи в вышке!